Десна ТВ День строителя в Десногорске Очередное заседание административной комиссии Строительство спортивных площадок в закрытых городах А сейчас об этих и других событиях подробнее 15 августа прошло плановое оперативное совещание главы муниципалитета Андрея Шубина с председателями комитетов администрации и руководителями предприятий города Совещание Андрей Николаевич начал с вручения грамот комитета по культуре 4-6 августа у нас проходил 5-й открытый международный фестиваль Честной живой музыки и тяжелая вода 2017 Большое спасибо от всего комитета, от учреждений за помощь в проведении Причем хочу отметить безвозмездную помощь в проведении фестиваля Надеемся на дальнейшее сотрудничество И хочу вручить грамоты Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Муниципального образования города Десногорск в Смоленской области В лице начальника Воронцова Андрея Константиновича Замит в возмездную помощь в организации и проведении фестиваля Спасибо большое МОК КП Муниципального образования города Десногорска В лице генерального директора Сидорова Вячеслава Владимировича Комиссия провела проверку учебных учреждений на готовность к новому учебному году По результатам проверки замечать препятствующие учебному процессу Все такие моменты решаются в рабочем порядке Летние каникулы продолжаются Пять обучающихся нашего города, которые стали победителями в конкурсах проекта «Школа Росатом» Сейчас принимают участие в смене для одаренных детей Медиапарат во Всероссийском детском центре «Океан» в городе Владивосток Инфекционные заболевания в городе регистрировались в пределах нормы С 2015 года Смоленщина стала поставщиком кофе Современное кофейное производство полного цикла два года назад было переведено из Москвы в Смоленск Чтобы предприятие быстрее развернулось на новом месте Областная администрация предоставила субсидию в размере более 3,5 миллиона рублей На эти средства было закуплено новое оборудование Сейчас на предприятии работают 26 человек Планируют приобретение современного фасовочного упаковочного автомата Что позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет области Смолян приглашают на юбилей Рославля Городу исполнится 880 лет Празднование назначено на 24 сентября На главной площади Рославля выступят артисты, музыкальные коллективы и пройдут спортивные мероприятия Всех желающих разделить радость рославчан приглашают на мероприятие в 10.00 13 августа вся страна отмечала День строителя Для нашего города этот праздник всегда особенный Один из главных в календаре Как он прошел, расскажем в нашем сюжете Для всех жителей Десногорска в День строителя на летней эстраде состоялся праздничный концерт Город строится, город живет Все началось с программы для детей «Микрошка» Сотрудники молодежного центра совместно с волонтерами организации студенческого актива И редакции поколения посвятили ее самым маленьким жителям Десногорска В «Микрошке» приняли участие юные десногорцы всех возрастов Всех горожан с праздником поздравил глава Андрей Шубин Желаю вам крепкого здоровья и вашим близким счастья, удачи и больших успехов А затем начался праздничный концерт подготовленной студией эстрадной песни «Ренессанс» Городского центра досуга специально ко Дню строителя На Смоленщине стартовала 19-я международная учебно-тренировочная вахта памяти В ней приняли участие более 50 поисковых отрядов Свыше 700 человек из 12 регионов России В течение 10 дней поисковики будут работать в селе Карманово Гагаринского района В годы войны в этих местах шли кровопролитные бои В первые же дни экспедиции поисковикам удалось обнаружить останки погибших красноармейцев Одного уже удалось опознать Это уроженец Костромской области Василий Коновалов Криминальные новости В Рославле в супермаркете 30-летняя жительница Десногорска похитила товары на 5000 рублей Продукт из прилавков она складывала в свой рюкзак Воровка была задержана у себя дома Женщина осозналась в краже и заявила, что на преступление ее толкнуло тяжелое материальное положение Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет 12 августа на Десногорском водохранилище погиб мужчина Трагедия случилась на противоположном от пляжа берегу Тело было поднято и передано в морг Как сообщили в полиции, 38-летний погибший был родом из Рославля По данному факту отдел МВД проводит проверку 15 августа в администрации Десногорска наказали нарушителей тишины и спокойствия в ночное время Подробности далее На заседании комиссия рассмотрела 14 протоколов об административных правонарушениях Все они подпадают под статью 27 областного закона Которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время По двум рассмотренным протоколам комиссия прекратила дело производства Злостные нарушители областного законодательства, а их оказалось трое, понесут наказание штрафом в 2000 рублей Граждан, которые впервые попали на комиссию, но проигнорировали приглашение явиться А штрафовали в 1000 рублей Любители послушать громко музыку ночью заплатят теперь по 1500 рублей А четверых нарушителей после профилактической беседы просто предупредили Стало известно, что техосмотры опять подорожают, так как туда добавят модную сейчас систему фото-видео фиксации процесса Однако модернизация не затронет суть существующего порядка А значит, ничего в системе техосмотра не изменится Только автовладельцам придется доплатить за видеосъемку Представители общественности продолжают проверку качества оказания госуслуг в Смоленской области Проверяющие контролируют, как проходит сдача экзаменов на право управления транспортными средствами Как осуществляется регистрация транспортных средств Также оценивается размещение информации о предоставляемых государственных услугах на стендах подразделений И доступность получения госуслуг для лиц с ограниченными возможностями И в завершении выпуска новости Росатома Молодежное движение стритворкаут набирает популярность в городах присутствия госкорпорации Росатом Это стало возможным благодаря установке на школьных дворах и придомовых территориях Более 300 современных спортивных комплексов На которых теперь регулярно проводятся силовые состязания Еще вчера большинство этих мальчишек и девчонок никогда не слышали слова «воркаут» и не знали его перевод Сегодня они вовлечены в это уличное движение со всей страстью и азартом, свойственным детям в момент спортивных состязаний В соревновании по приседаниям, подтягиваниям на турнике и отжиманиям на брусьях С них давних пор стали в Снежинске доброй традицией Да и не только в нем В рамках реализации социального проекта госкорпорации Росатом «Мой дом, мой двор, моя семья» В Ангарске, Коврове, Электростале, Северске, Новоуральске, Глазове, Зеленогорске и других закрытых городах Были установлены более 300 спортивных уличных комплексов Включающих в себя турники, брусья, шведские лестницы и силовые тренажеры Именно здесь теперь и набирает популярность движение стрит-воркаут Стрит – это улица, а значит это доступно А доступный спорт, он всегда будет популярен Потому что спорт, он не только как красивое крепкое тело, но и здоровье прежде всего Позаботиться о своем здоровье, занимаясь на уличных тренажерах, может каждый Ведь по утверждению великого атлета Арнольда Шварценеггера Тренировки с собственным весом являются самыми полезными и безопасными для людей любого возраста И все же самый большой интерес воркаут вызывает у молодежи и детей Конечно же это интересно, потому что все равно дети должны заниматься спортом И когда есть где заниматься, есть как заниматься, то конечно же это хорошо Заниматься нашим видом спорта детки могут начинать с самых малых лет Потому что все начинается с очень простых упражнений Возможность начать с простых упражнений и заложить основу для развития силы и воспитания духа Получили тысячи детей из закрытых городов И тот энтузиазм, и интерес, с которым мальчишки и девчонки соревнуются на новых спортивных комплексах Дает надежду на то, что шансы вырасти здорового они используют на всех сто Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня с этими и другими новостями Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»